Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умабук.ру. Да, конечно, книга – это новое издание, оно уже год, по-моему, как вышло, «Путь к вере». Для начинающих о чем? О вере и религиозной практике до мелочей. Приятно самому даже читать, но мне. То, что я когда-то писал, написал. Первое издание этой книги было в 99-м году, как летит время. Но потом, несколько лет назад, я к ней вернулся. Те материалы, которые переросли в другие мои книги, они из этой книги вышли. В то же время книга нарастилась какими-то моментами, нюансами, в том числе из моей книги «Мусульманское право», которое уже не пересдается, но там были важные темы. И вот здесь одну тему хотел озвучить. Она очень практичная. В данном случае она короткая. Подробно про изображение в исламе – это здесь, как увидеть рай. Либо на умма.ру – изображение живого. Напишите там очень подробный богословский материал. Обязательно смотрите ссылки, сноски. Но если коротко, то с чем сталкиваются, особенно молодые люди могут как-то резко реагировать. Либо молодые, в смысле начинающие религиозную практику. Кто-то в 40 начинает, кто-то в 50. Но там как-то обычно, конечно, помудрее к этому подходят. Так вот, изображение и намаз. То есть, так как здесь основополагающие постулаты веры, но основное все посвящено пяти столпам религиозной практики в этой книге. Со всеми нюансами до мелочей. Изображение я и намаз. Зачитаю вам, здесь кратенько, но есть очень важные несколько хадисов. НС говорил, я вам в оригинале только один хадис прочитаю, остальные просто прочитаю. Здесь много ссылок, сносов здесь постоянно. Любой хадис идет ссылка, ссылка, ссылка на источник с номером, со страницей, со всеми нюансами. К сожалению, в интернете, когда какой-то серьезный дядя с бородой о чем-то говорит, люди сразу начинают всему верить. Хотя он не процитировал ни аят, ни хадис, а просто сказал. Но так как у него большая борода, большая, что-то еще, весь такой мусульманин, мусульманин, значит, правильно сказал. Нет. Должна быть ссылка. Аят, хадис, либо конкретный богословский источник. И ты можешь зайти туда и проверить. То есть указана страница, номер, все нюансы. Изображение и намаз. Анас говорил, у Аиши было покрывало, которым она занавешивала часть жилища. Однажды пророк Мухаммад сказал ей, в оригинале, смотрите. Это свод хадисов имама Аль-Бухари. . Это оригинал слов. Однажды пророк сказал ей, убери это от меня. В квадратных поясняю. Пусть оно не висит на столь видном месте. Квадратные закрываю. Тасауир. Изображение, которое на этом покрывале отвлекает меня во время молитвы. Что он сказал? Убрать. Он сказал – жечь. Это жирк. Я не буду этому поклоняться. Астафер Улла, ты что? Это скажет наш какой-нибудь зеленый мусульманин, который прочитал что-нибудь про жирк или что нельзя изображать ничего и так далее. К сожалению, сколько людей талантливых среди молодых мусульман загубили свой талант тем, что услышали от какого-нибудь чего-то нельзя быть художником. У человека был талант художника. И он его ради Аллаха закопал. Послушай, дорогой мой, мусульманская культура, архитектура, огромное количество всего. Даже если посмотреть любую мечеть, там столько всего, которое продумывает в первую очередь художник, дизайнер, одежда, иллюстрации. А человек ради Аллаха вроде как закопал свой талант. Да не ради Аллаха ты это сделал. А по причине своего невежества. Невежду слушал и сам невежественно поступил. Пророк сказал четко и ясно о том, что эти тасавир, эти изображения, сура, тасавир, изображения, они меня отвлекают во время намаза. Просто убери. Дальше. Это свод хадисов имама аль-Бухари. В своде хадисов имама муслима слова. «Одежда платья аиши», там определенное слово, оно как «одежда» и «платье» переводится. «Одежда платья аиши с изображениями на ней лежала на месте, в направлении которого пророк порой молился». Конец цитаты. Это свод хадисов имама муслима, достоверный хадис. То есть одежда. На ней, как сегодня в современных реалиях какие-то принты, какие-то изображения. Может, какой-нибудь слон, верблюд изображен, птица какая-нибудь изображена. Изображение. Сура. Так вот, одежда платья аиши с изображениями на ней лежала на месте, в направлении которого пророк порой молился. То есть направление, в котором есть пояснения. То есть направление, в котором молился пророк, и расположение этой вещи порой совпадали. Она оказывалась перед ним, эта вещь. Посланник Всевышнего иногда просил переложить эту вещь в другое место. А в итоге Аиша сделал из нее две подушки. Она из этого платья сделала две подушки. Здесь тоже идет ссылка, это свод хадисов имама муслима. Номер четко указан на странице. Она сожгла эти тряпки? Нет. Она сделала две подушки. Подушки где-то в шкафу лежат? Да нет, они просто на полу, в углу, там здесь лежат. Подушка, подушка. Пусть даже на ней какие-то изображения, там птица какая-то изображена. Ну и что? Это все достоверные хадисы. На основе этих хадисов некоторые ученые указывали на нежелательность совершения молитвы и намаза в направлении изображения. Здесь я даю ссылку. Некоторые сказали . То есть, как это отвлекает человека от молитвы? Отвлекает. Внимание. Но, например, богословы ханафиты считали, что отсутствует даже нежелательность, если изображения эти малы и не имеют четко выраженных контур. Здесь я даю ссылку на имама Аскаляне, как раз в пояснении к этому хадису эти мнения приводятся. Богословы ханафиты даже про нежелательность не сказали. Когда это что-то незначительное, как я вам говорил, у нас было… То есть, это у каждого по-своему проявляется. Когда в 90-х, в середине я учился в Алясхаре, у нас один парень на каком-то этапе он начал египетские фунты. На них есть изображение там, я не знаю, там этого. Тут он хамона, каких-нибудь фараонов, еще что-то. Он, когда намаз читал, он вытаскивал из карманок и убирал. Не очень практичная вещь. В мечеть придешь, кошелек свой вытащишь потолще, положишь на полочку, ему ножки быстро приделывают. Не в смысле, что кто-то плохой. Нет. Просто кто-то невежественен. А к тому, что могут быть самые разные. Понятно, что это ненадолго, эта привычка у него появилась, но такой момент был. На самом деле, как раз ученые им про ханафиты сказали, незначительное изображение, то есть нечеткий контур, вообще не обращайте на это внимание. Даже нежелательным не является. Еще чуть-чуть. От наличия изображения перед молящимся молитва намаз нарушается или нет? Вы пришли… Например, однажды мы с одним моим товарищем оказались на Алтае. Сильный был дождь. На улице очень грязно. Конкретный дождь. Но мечети в этом городе не было. Куда мы зашли? В церковь, брат. Конечно. Интересно, нам там даже дали не коврики для намаза, уж само собой. Там такой подпольный мусульманин священник. Да нет. Но просто нам дали ткани, мы могли бы и на полу. Если полу явного наджаса нету, там коза или корова не прошла, чего-то не оставила там на полу. Ну уж церкви-то нет такого, конечно же. Нет, полы-то чистые. Но все равно нам дали какие-то там тряпки. Мы попросили, говорим, можем. Это у нас по времени. То есть мы мусаферы, мы объединяем. Но получается, как бы, зугур аср, даже если ты объединяешь, аср все равно же когда-то заканчивается. Мы долго в пути, поэтому зашли в церковь. Она очень красивая, очень помпезная и очень много. Там что? Икон. Но я -то им молиться не собираюсь. Я просто совершил очередной намаз. И даже среди сподвижников есть на этот счет, когда там какая-то тема была, я писал отдельный материал, у меня на ума.ру есть по этому поводу, можно ли молиться в церкви. То есть на этот счет канонически никаких проблем нет. Даже, если перед тобой икона, твоя молитва, что? Ой, все напугались. Ну, вынужденная ситуация. Ну, что ты так боишься? Ты же ее специально туда не поставил. Мы пришли в церковь и сказали, так, вот тут вот эти иконы, пожалуйста, уберите на время. Мы тут намаз почитаем. Это что за невежество и фанатизм какой-то. Ваххабиты, понимаешь? Ну, это были конец 90-го, поэтому, да, тогда это называлось ваххабизм. От наличия изображения перед молящимся молитва намаз не нарушается, так как из хадиса совершенно ясно, что пророк Мухаммад , что он, перед ним это изображение оказывалось. Он намаз прерывал? Нет. Он этот намаз потом перечитывал? Нет. Он просто говорил, можно убрать. От наличия изображения перед молящимся молитва намаз не нарушается, так как из хадиса совершенно ясно, что пророк не прерывал молитву, останавливаясь на каком-то издвижении и выходя из состояния молитвы, а также не перечитывал молитву намаз, молитвы, совершенные в направлении, с которым совпадало расположение изображения отвлекавших его. Здесь тоже ссылку я даю на Аскеляне. То есть, это здесь не просто я написал. Это все на ссылках и сносках на самых авторитетно-богословских источников. В данном случае на действительность молитвы не влияет в совершение ее в помещении, где имеются на видном месте фотографии людей, иконы, включенный телевизор и иные изображения. Про телевизор у меня много раньше спрашивали, когда я отвечал на Аму.ру. Тогда в 90-х, в нулевых, телевизор был, а не соцсети. Однако, примите во внимание следующий хадис. Здесь единственное важно мне пояснить, что есть хадис, в котором четко и ясно сказано, а ангелы, в квадратных поясняю, проявление Божьей милости. Потому что ангелы-хранители, они постоянно с нами. Хоть какой-то фотографии, портрет не поставь, они никуда не денутся, они тебя все равно охраняют. Упадешь, рассечешь бровь, но глаза не лишишься. Хотя, вроде как, должен был лишиться. В том числе. Не дай Всевышний кому-либо. Так вот, хадис, да, достоверно, здесь тоже ссылку даю. Ангелы, проявления Божьей милости, не заходят в помещение, где находится сура. В данном случае би сад. Не син, сура Курана, а сад. Это то, что как раз в хадисе было тасавир. Множественное число, единственное число – сура, изображение. То есть, порой занавеска или одежда с изображениями были, оказывались перед пороком Мухаммадом, но он все равно продолжал намаз читать, но потом просил убрать, потому что отвлекает. Но намаз не прерывал и не перечитывал. Это четко хадисы присутствуют в своде хадисов Аль-Бухари и муслима, и на этот счет вообще никаких разногласий нет. Но, если у вас дома на видном месте, не в альбоме, а на видном месте фотографии, если там еще что-то, не знаю, какие-то живые изображения, то живые именно, не абстрактные. Искусство много в исламе, разрешено, и рисуйся сколько хочешь. Вот портреты, да, исключи. И то, на этот счет даже придете, придите во многие арабские страны, особенно Персидский залив, в любую гостиницу, начиная с аэропортов, любое госучреждение, частное, любое, везде будут висеть что? Портреты местных королей, принцев и так далее. То есть, я к тому, что, да, в определенной степени запрет, он касается, когда человек молится на это. То есть иконостас, когда человек рисует иконы. Это, само собой, однозначно, харам запрещено. Такого рода деятельность для художника. Здесь последний абзац. Также нежелательно использовать во время совершения намаза одежду, на которой имеются принты. Здесь я поясняю, что такое принт. Ну, может, вы все знаете. Я когда писал, я, честно, не особо знал, что это за принт такой. Принтер знаю, принтер. А принт… Изображение, рисунок или фотография нанесено определенным способом на ткани, бумагу или любую другую поверхность. То есть, порой, у человека на спине какую-нибудь такую толстовку молодой парень одел, на спине такой, какой-то дракон, понимаешь. Пришел в мечеть, и тут такой серьезный дядя с такой серьезной бородой, с такими, там, а ты чего-то постопировал, брат, выходи, снимай свою толстовку. Давай ее наизнанку выворачивай давай. Ну, не факт, что потом человек еще раз в мечеть придет. Бедолага, там, чего свои, там, 15-16 лет, там, и так перешел, сколько страхов, беспокойств, чтобы прийти в мечеть, научиться, там, фатихи читать, и тут… О-о-о-о, ты что, остапил Аллах, брат, харам! Остапил Аллах! Ля хавля валя куатай ля беля. Сколько людей мы потеряли из-за вот таких вот реакций невежественных мусульман. Мы их напугали. Поэтому, если у человека какой-то принт, да хоть дракон, ты что? Ну, и что? Но в то же время… А, книжку подари, брат, скажи, тут страница 172, прочитай. Даже можно не дарить, там, на полке где-нибудь найти. Шамыл, там, у него где-нибудь полк, на полк, наверное, свою книгу положил. Путквирь. Страница 172. Нежелательно использовать во время совершения намаза одежду, на которой имеются принты, если они отвлекают как самого молящегося, так и тех, кто молится за ним. Именно нежелательно. Но если человек помолился в такой одежде, то молитва его действительна, и повторно совершать ее не нужно. На этот счет хадисы и своды хадисов аль-Бухари и муслимы мы с вами процитировали из практики самого пророка Мухаммада .